Всем привет! Сегодня у нас 20 мая. Первый раз я выбрался на рыбалку в этом году. Приехал вот на такое вот озеро. Оно находится недалеко от нашего поселка, родники. Рядом трасса на город Майкоп. Ветер сейчас в лицо. На той стороне тихо, но на той стороне мелко. Я в том году везде там все места обследовал. Самая глубина вот здесь, в этом месте. И чуть дальше. А дальше в земелко. Будем сегодня ловить красноперку, платву и щуку. Но не знаю, что в этом году. Будет она ловиться, нет. Но будем пробовать. Приехал на рыбалку и забыл палочки. Стоечки для удочек. Да, что-то дома был ветер. Не такой сильный был. Машину я раньше подгонял сюда, вот рядом. Но сейчас посадили в поле пшеницы. И пришлось там метров за 200 оставить машину. А вон там вдалеке. Ничего прогулялся. Растут вот такие дубы здесь маленькие. Потом акации. Время сейчас 4 часа. Взял садок, ведро под малька. Если наловлю малька, то вот у меня две удочки вот эти вот на щуку. А это будем красноперку ловить, платву. Так, ловить буду на червя. И сделал тесто из манки. Одно такое жидковатое, а другое густое. И червь красный. Вот такой у меня стульчик сидеть. Да, плохо вот что ветер. Прямо в лицо. Ну ничего. Постараемся что-нибудь поймать. Сейчас срежу палочки под стойки для удочек. Ну всегда стойки брал, но в этот раз что-то даже и забыл про них. Так что смотрите, что я буду ловить. Забросил удочку. Глубина где-то полтора метра. Насадил пока тесто с манки. Сделал вот такие вот стойки для удочки. Ну пока ничего нет. Буду искать глубину и рыбу. Менять глубину. В том году осенью ловилась с пол воды. Со дна не брала здесь. Сейчас не знаю. Может быть весна на червя надо. Но буду сначала на тесто с манки пробовать. Наверное поплавок не видно. Сейчас буду пытаться менять глубину. Сейчас несколько раз заброшу на тесто. Потом попробую на червя. Конечно весной на червя лучше берет. Ему нужна живая насадка. Здесь еще есть окунь хороший. Карась. Но карася я не ловил. При мне ловили здесь его. Я ни одного не пойму. Сейчас покажу как я насаживаю тесто с фармоши. Раза три забросил. Бесполезно. Дно меняю. Каждый раз. Вот смотрите как вот так. На крючок накручиваешь. И все. Вот он такая получается. Вот. Шприц закрываем. И бросаем. Ну что было несколько поклевок на жестче тесто с манки. У меня в одном шприце мягкое тесто, а в другом пожестче. Вот на жесткое было несколько поклевок. Ну сильный ветер поднялся. Боковой. Парусит леску сильная. Не могу подсечь. Начинаю подтягивать. Поплавок двигается. Смещается. Вроде по прогнозам посмотрел. Несильный ветер. Сюда приехал. Ветер приличный. Ну сейчас немножко побросаю. Если что на червя попробую. Машокуль и красноперочка клюнет. Вот ветер все мешает. А красноперка здесь клюет так слабенько-слабенько. Ее чуть видно. Из-за этого здесь желательно, чтобы без волны было. И вот первая красноперочка. На тесто жесткое. Первую рыбу я не буду сажать на двойничок. На щуку. Первую рыбу принято отпускать. Такой закон. А то ничего не буду в этом году ловить. Сейчас я ее сниму. И отпущу. Вот она. Еще не выросла. Сейчас отпущу. Пускай идет растет. Чтоб большая была. Насадил я червя. Замучился я насаживать это тесто. Мелочь сбивает ее. Плюет. И я из-за вот паруса лески не могу подсечь ее. Видно мелкая красноперочка. Попробую сейчас на червя. Может окунь возьмет. Сижу минут 15. Уже 3 червяка насадил. Съедает. Видно мелкая эта красноперка. А крупные нету. Все объедает. Вытаскаешь голый крючок. Окуни подходят еще. Может рано. Обычно. Окунь крупненький здесь. Плюет. Может уже сетями все вытащили. После зимы. Здесь зимой то не замерзает. И зимой наверное с сетями. Ну если что. Завтра поеду. Нет. Завтра не знаю. Ну в следующий раз поеду на платное съезжу за карасю. Может карп поймается. Но пока здесь буду пробовать. Не люблю на червя рыбачные. Руки всегда грязные. Мне как-то на хлеб. На тесто лучше нравится. Сейчас еще немного заброшу на червя. И перестроюсь на тесто. Буду глубиной рыбы скачутся. Может где-то на глубине стоит. Ну вот на червя поймал еще одну красноперочку. Есть поклевки. Но ветер не дает. Парусит леску. Но сейчас я эту красноперочку посажу на закидушечку. На щуку. Вот такая вот у меня закидушка. Внизу груз. Потом для сантиметров пятьдесят от дна двойничок. И скользящий поплавок. Все. Я сейчас настроил глубину. Короче у меня груз лежит на дне. Сантиметров пятьдесят от дна двойничок. И поплавок плавает. Вот так. А когда я делал выше груз двойника. Меня всегда прибивает к берегу. Живца. И волна к берегу притаскивает. А так он стоит на одном месте. Ну все. Сейчас я насажу. Рыбку. Буду насаживать под верхний плавник. Под верхний плавник. Раз. Чтобы не повредить позвоночник. Ну все. Сейчас буду запрашивать. Будем ждать щуки. Вот так вот я положил удочку. И вон туда забросил. В том году я уже несколько штук здесь ловил. А второй я в той стороне бросаю. Это где-то метров пять-шесть от берега. Поймал еще одну красноперочку. Сейчас я ее насажу на вторую закидушку. Я стал ловить на тесто. На такое крутое. Потому что руки грязные от этого червя. Не люблю на его рыбачить. Так. Пойдемте сейчас. Та закидушка стоит. Поплавок там. Я на той закидушке немножко неправильно с живца насадил. За один крючок. А я за два. По привычке. Раньше мы судакаток ловили. Цепляли за два. Забыл за зиму. Все я настроил. Закидушка эта. Ох. Цепляю под плавник. Один крючочек. Двойничок у меня. Под плавничок. Пройдем забрасывать. Вон он там поплавочек. Красненький. Не знаю видно будет на камеру. Ну все. Мы пойдем уже вцаловить. Может быть что-нибудь попадется на жареху. Но сомневаюсь. Первый раз наверное неудачно будет. Первый выход на рыбалку. Вот у меня на втором. Во втором шприце у меня. Погуще. Тесто. Вот оно какое липучее. Как жвачка. А на другом оно быстро растворяется. Здесь вот шум такой сильный. Здесь испытывают поезда. Вот такая. Вон они. Очень большую скорость. Они здесь набирают. С выше 100 километров они идут. Туда-сюда гоняют они. Вот здесь. Тепловозы испытывают. Ветер немножко стих. Уже не так леску. Стаскивает. Хочет поклеваться. Поклевать кто-то. Что-то куда-то у меня. Делся поплавок. Сейчас попробую подсечь. Не увижу его. Вот она щучка. Вот она. Вот она красавица. Вот. Смотрите. Есть на жарёху. Теперь надо поймать живца еще одного. А я. Там клюет тоже. Клюет. Сейчас живца надо поймать срочно. Сейчас садок положу щуку. И так поймал живца. Пока ловил живца. На вторую закидушку у меня клювало. Вон там вдалеке она. Ну притопила несколько раз. И отпустила. Видно может укололся. За двойничок. А здесь может быть правильно я? Два. Думал неправильно. Ну обычно я один втыкаю. Но сейчас попробую. Один только. Как раньше. А то два это на судака мы делали. Вот так. Может быть там укололся. Я отпустил. А может мелкая была. Здесь мелкая много. На то же место. Ветер немножко поменял направление. Дует прямо на меня. То немножко с правой стороны был. Сейчас на меня. Поймал еще живца в запас. Если клюнет или слетит. Или сорвет. Щука его. Сдерет. У меня есть сейчас в запасе. Сразу насадить. А то у меня минут 15 на лежало. Закидушка. Бездействие. Ну уже где-то время 7 час. Может сейчас что-нибудь покрупнее подойдет на удочку. Сейчас глубину немножко побольше сделаю. Я меньше глубину сделал, чтобы наживку. Живцов наловить. Еще с часик-то посижу. Ничего, буду я собираться. Ничего больше не клюнуло. Закидушки на щуку стоят. Никто даже не пытался клюнуть. Ни одна щука. Пытался я еще ловить на червя. Но бесполезно. Не хочет что-то червя. Вроде весна. Должен на червя клювать. Но не клюет. Вот на густое тесто. С манки. В следующий раз. Приеду сюда еще попробую. Возьму прикормки. В этот раз я без прикормки. Прикормки набросаю. Прикормлю место. Еще возьму, отварю перловки. Попробую на перловку. Может даже на перловку. Почему-то ни карася нету, ни окуня. Ни один окунь не взял на червя. Вот мой улов. Вот щучка. Вот такие вот маслоперочки. Ну, ничего пойдет нам с Настей на жарюху. А это кошка. Будет рада. Свеженькая рыба. Солнце уже садится у нас. Здесь на юге быстро темнеет. Вот сейчас вроде бы только садится оно. Буквально сейчас до машины дойду, уже все будет темно. Не как на Урале. Там медленно темнеет. Здесь быстро. Так что подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем до новых встреч. Еще не раз на рыбалку поездим. Оля едет с Молотогорска. Везет двух внуков. Те будут проситься на рыбалку. Скажут, дед, поехали на рыбалку. Ну, все. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok